привет друзья с вами светлана дьянова и я рада приветствовать вас на своем канале были посвященному проекту ляви и бель или жизнь прекрасна мое сегодняшнее видео будет из серии вышивальный дневник и сегодня я покажу вам свой затянувшийся старт и свои небольшие продвижения по картине александра принцесса уэльская которую я начала вышивать еще страшно сказать в конце апреля 2020 года ну начать то начала это был благоприятный день для начала нового процесса начала и отложила отложила потому что на тот момент мне надо было еще закончить свою предыдущую картину это была картина от ст у окна или красный веер на в оригинальном названии сделать фан и жена даблоаса и закончила я ее вышивать 2 мая и поскольку ждала когда ко мне приедет моя следующая картина заказанная в лавочке фундучка это было августа штробль и и вот во время такого небольшого перерыва вызванного ожиданием я решила начать свою александру принцессу эльскую а схему по этой картине мне разработала дизайнер ольга башкирова очень давно эта картина ждала своего часа с августа 2017 года и вот как говорится ждала ждала и дождалась но ненадолго дождалась потому что я ее повышевала совсем немного в течение мая и это урывками потому что в мае мы проводили много времени на даче всей семьей с внуком собаками огородно садовыми хлопотами и на вышивку оставалось времени но буквально чуть-чуть перед сном ну а концу мая уже приехал на мой очередной наборчик от ст с августой так что александру я конечно же снова отложила в долгий ящик и начала вышивать августу это портрет художника Джозефа Карла Штиллера из галереи красавиц Людвига Баварского у меня есть подробные видео из серии вышивальный днюник о том как шел процесс вышивки по этой картине и эту красавицу я вышивала со 2 июня по 31 августа и родилась моя августа в августе в общем почти три месяца у меня ушло на эту вышивку ну а после августа думаете я взялась за продолжение александры как бы не так я сразу начала вышивать новую картину тоже по схеме от ст девушка за чтением это по картине художника жанна анаре фраганара и эта работа у меня затянулась аж до 17 января уже текущего уже наступившего 2021 года то есть целых четыре с половиной месяца на нее ушло потому что очень тоже много было всяких всяческих домашних дел и хлопот и много событий связанных с нашими выставками вышитых картин вступлением нашего проекта жизнь прекрасна в академии народного искусства россии ну и вообще весь прошлый год выдался хлопотно несмотря на всякие карантин и всевозможные ограничения моя жизнь кипела и бурлила и вот и вот я закончила свою читающую девушку закончил ее 17 января и начала думаете александру опять нет возник новый процесс от ст это дорогой гость или в оригинальном названии милые гости сдалекам и деда из форм фаруэй по картине художником оскара фрейверта люцева и вот тут уж мои вышивальные подруги которые ждали александру начали окончательно терять терпение и постоянно меня спрашивали когда же будет продолжение александры и тогда я решила устроить зрительское голосование и отдаться на волю зрителей и я решила что начиная с февраля я буду чередовать свои процессы и устраивать вышивальные недели для той картины который наберет больше большее количество голосов зрителей ну и конечно же окончательную точку в этой истории поставили вы мои дорогие зрители огромное спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу и принял участие в голосовании вы просто не представляете сколько радости принесли мне ваши комментарии я я действительно прочувствовала и поняла сколько людей следят за моими процессами я почувствовала интерес зрителей и это очень очень приятно и и я начала вышивать дорогого гостя 21 января этого года я немного его повышевала но до конца января буквально и отложил его в сторону потому что потому что по результатам зрительского голосования с большим отрывом победила александра то есть почти 80 процентов зрителей отдали свой голос за нее так что начиная с первого февраля я всю неделю вышивала александру ну хотя всю неделю вышивала это конечно сильно сказано у нас сейчас проходит большая выставка в гостином дворе это первая всероссийская художественно-промышленная выставка форум уникальная россия и вот наш проект жизнь прекрасна там тоже представлен на правах специального или экспериментального проекта это очень важная очень ответственная для для нас выставка много поездок туда съемка монтаж видео постоянно возникающие какие-то картинационные моменты звонки переписка но и все такое прочее отнимает очень много времени и поэтому времени на собственную вышивку мои александры остается совсем мало но это не беда дорогие друзья потому что мне все-таки есть что вам показать и рассказать про александру принцессу уэльскую да да ведь начала ты я делать свои видео зарисовки по ней еще с мая прошлого года то есть еще майские зарисовки у меня остались и представляете вот сейчас зима дам февраль а в моем видео уже зеленеет трава и распускаются первые цветочки надеюсь это вас порадует весенним настроением в общем покажу вам свои видео зарисовки которые я снимала в процессе вышивки этой картины а в конце видео мы подведем итоги зрительского голосования которое проходило в течение всей недели с 1 по 6 февраля и узнаем буду ли я продолжать вышивать александру на следующей неделе который начнется с 8 февраля уже с понедельника на или снова сверну ее в рулончик и переключусь на дорогого гостя об этом вы узнаете в конце видео и потом я запущу новое голосование на вкладке сообщества на моем канале который также будет продолжаться всю неделю ну и в конце мы подведем итог и узнаем кто более симпатичен большинству моих зрителей александра или дорогой гость но прежде расскажу немного про саму картину и собственно про александру картина называется александра принцесса уэльская или принцесс александра уэльс ее написал на в 1863 году немецкий художник ричард лаучерт сам художник родился в германии обучался мюнхене затем в париже и в берлине и этот художник пользовался большой популярностью у знатных семей германии англии и россии считалось что его портреты отличаются изысканным вкусом и вот на этом портрете александре 19 лет и она уже замужем а полное имя это королевское особо александра каролина мария шарлотта луиза юлия датская вот как вот эта замечательная девушка александра каролина мария шарлотта луиза юлия датская родилась 1 декабря 1844 года в копенгагене королевстве дани она была датской принцессы и когда ей было 16 лет королева виктория королева англии выбрала александру среди прочих кандидатур в качестве супруги ее старшего сына и наследника альберта эдуарда принца уэльского и таким образом александра стала принцессой уэльса и супругой эдуарда седьмого будущего короля великобритании и ирландии императора инди и в браке у них родилось шестеро детей среди которых будущий король георг пятый и королева норвегии мод на своей новой родине в англии александра приобрела известность и популярность за активную благотворительную общественную работу и еще она считалась законодательницей моды в стране и вот в январе 1901 года после смерти королевы виктории супруги эдуард и александра взошли на престол и правили вплоть до смерти эдуарда седьмого в мае 1910 года то есть 9 лет интересно что у александра было очень много братьев и сестер и вот все они тоже заключили очень выгодные брачные союзы с представителями королевских семей европы так что это даже принесло их родителям прозвище тести и тещи европы братьями александры были датский король фредерик восьмой греческий георг первый а сестрой была российская императрица мария федоровна мать николая второго и вот с ней александра уже потом ставший английской королевой поддерживал очень близкие отношения на протяжении всей жизни а после февральской революции александра помогла марии федоровне переправиться из крыма великобританию на линколе мальборо это было весной 1919 года умерла александра в 1925 году в возрасте 80 лет после инфаркта и была похоронена в виндзорском замке рядом с супругом вот такая история на самом деле история гораздо длиннее гораздо интереснее но об этом я обязательно отдельно расскажу отдельно про историю александра и мне очень давно хотелось вышить эту картину картину такой прекрасной выдающейся женщины в том возрасте где она еще юна молодая прекрасна и когда она уже принцесса уэльская замужем за принцем эдуардом но еще не королева консорта александра и когда все перипетии истории ее жизни еще впереди поэтому я с радостью приступила к ее созданию 28 апреля 2020 года и так александра принцесса уэльская кисти художника ричарда лоучерта год написания 1863 схема выполнена дизайнером ольгой башкировой размер схемы 376 на 503 стежка то есть в общей сложности около 190 тысяч стежков нужно сделать чтобы вышить эту картину здесь использовано 96 цветов из них 36 чистых и 60 смешанных ниточки дмс канва конгресс трамин 24 каунта техника вышивки петит полукрест две нити и как я уже сказала начала я вышивать эту картину 28 апреля 2020 года если говорить про оригинальную картину она просто огромная по размеру примерно 112 на 160 см и она была приобретена у художника королевой Виктории и по сей день хранится в королевской коллекции в Лондоне а у меня на конве конгресс трамин 24 каунта эта картина получится гораздо меньше по размеру примерно 40 на 53 см это конечно не дворцовый размер но вполне подходящий для моего дома и моей личной галереи красавиц кстати мне нравится еще один портрет Александры кисти художника Франца Ксавьера Винтерхальтера он написал эту картину спустя год после картины Лаучерта в 1864 году и назвал ее Александра Датская то есть это был ее титул до замужества с принцем Уэльским и эта картина также хранится в королевской коллекции в Лондоне и Винтерхальтер видимо не желал отставать от Лаучерта и написал эту картину также с королевским размахом ее размеры 114 на 163 см он прибавил еще по пары сантиметров со всех сторон но мог себе позволить все-таки Винтерхальтер как-никак и Александра конечно прекрасна на обеих этих картинах но я решила остановить свой выбор на индивидуальной разработке схемы которую мне сделала Ольга Башкирова ну а портрет второй Александры уже есть в разработке от Golden Guide но мне не попадались отшивы по этой картине поэтому я решила что если что-то вышивать впервые то уж лучше заказать индивидуальную разработку схемы это моя 14 по счету картина проекта жизнь прекрасна если считать по порядку с момента начала потому что 15 и 16 по счету картины уже закончены это как раз Августа и девушка за чтением и уже начала 17 картину дорогого гостя ну а вот 14 все никак не закончу какой-то слишком затянувшийся у меня старт надо как-то срочно исправлять ситуацию в общем не буду вас томить вот мои видео зарисовки аж с весны прошлого года я буду так нет сейчас здесь пишите что а а а а привет друзья сегодня сегодня среда 6 мая я уже который день нахожусь на даче и вместе со мной на дачу приехала Александра принцесса Уэльская я ее вот здесь вот потихонечку вышиваю времени на даче на вышивку не особо много но что я хотела показать хотела показать как я обустроила свое рабочее место я открутила рама маник от своего станочка вот здесь вот к подоконнику при мастерила этот тиски топикс или ципы как их называют в простонародье вот здесь у меня на магнитиках там ножнички приволокло кресло старое дачное кресло он достаточно удобное такое крутится с подлокотниками такое боевое кресло удлинитель с множеством девайсов которые просто необходимы то есть здесь у меня на тумбочке стоит планшет которого я вышиваю здесь вот картина для вдохновения висит лампочка лампу я тоже привезла из москвы вот как бы мне достаточно света от лампы можно без без света вышивать без верхнего и еще третье у меня шнур для телефона здесь я слушаю аудиокниги через через наушнички у меня тут наушники лежат ну в общем вот и все вот такое вот нехитрая организация процесса ну конечно не очень удобно так вышивать мне просто потому что нет пространства за подоконником приходится особенно когда ниточка еще длинная долго там ее тянуть немножко рука упирается вот там в эту часть подоконника ну а так в принципе для такого передвижного процесса вполне себе ничего сюда еще приходит вокруг меня куча живности мы на даче всей большой семьей тут и дети и животные в большом количестве мой внук замечательный так что когда всех уже укладываю спать немножечко сажусь за вышивку вот так это все происходит а ну да еще я вот здесь вот коробочку свою любимую из-под набора монолизы ниточки здесь разложила так что вот александр у меня потихонечку ну пока еще ничего не видно тут еще пока фон но потихонечку 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 этот процесс движется такой дачный процесс у меня кстати тут еще дополнительный пакетик там с ниточками еще неразложными там ниточки просто еще в моточках ну когда я до них дойду буду потихонечку их разматывать все ниточки собрала вот вот так маленькая дачная зарисовка вот наш вид из окна там все бродят гуляют играют здесь нас еще ждет рассада вчера мы что-то уже посадили в парник кстати что-то арбузы и дыни экспериментальное будет выращивание арбузов и дыни вот это я с окна второго этажа снимаю это наша Кела Шанька кела на на из по а по для для пиончики вылезают мы сегодня будем делать крапивный суп потому как крапива много на даче жабу трогаешь ее надо поцеловать наверное она будет принцессой спасти как-нибудь давай ездишь о сейчас мы ей палочку палочку дадим все поскакал огромная лягушка такая тут скоро будут ландыши большом количестве целая полянка здесь скоро будут цветочки расти тут скоро тюльпанчики появятся уже готовы появится пионы мои любимые там еще тюльпанчики где-то а вот эти уже вот эти уже прям готовы почти готова готова к 9 мая наверное распустится привет друзья сегодня четверг 7 мая и я делаю свое включение чтобы показать такое совсем маленькое продвижение по моей новой картине александра принцесса уэльская здесь отшиты на данный момент 5000 аппетитинок интересная штука такая тоже программа показывает 5 процентов но на самом деле 5000 это не 5 процентов это два с половиной как минимум почему потому что схема этой картины достаточно большая и если схема больше 500 стежков по одной из сторон то про моя программа крости моя старенькая добрая программа крости не всегда тянет такие большие схемы и иногда ну как бы вылетает из программы поэтому я сразу попросила ольгу башкирову это дизайнер как раз этой схемы чтобы после того как она схема разработала на мне сразу разрезал ее на две части сейчас я загрузила верхнюю часть схемы половинку и потом я буду вышивать по второй части схемы то есть таком разрезанном виде программа замечательно это все поддерживает и я могу спокойно вышивать не боясь за то что программа чего-то не потянет слишком большую схему вот ну а так получается здесь всего 103 тысячи стежочков это очень вот вот она так выглядит половинка до разрезная то есть сначала я буду вышивать верхнюю часть картины а потом когда дойду когда высшую половину я спущусь ниже и и будет у меня просто сплошное белое облако из белого прекрасного платья и вот еще тоже хотел показать такую такой момент я а также пришила тканюшку конве конгресс тромин к основной рабочей конве для того чтобы вставить на вот пазы в пазы рамы аманик вот эту вот простую тоненькую ткань обычно я хожу ближайшие ателье где мне просто пристрачиваю кармашком вот эту вот тканюшку к моей основной конве конгресс тромин но поскольку сейчас никакие ателье не работает мне пришлось вот так вот вручную немножечко кривовато вы уж меня простите но это не важно на самом деле важно чтобы все это было пришита не очень редкими такими стежочками обычный стежок вперед иголку и вот так вот я сверху и снизу пришила свою канву и таким образом у меня достаточно большое расстояние сверху которое позволяет мне иметь хороший доступ ко всему пространству канвы которая вот зоне видимости находится на на раме так что вот такое мое первое вернее уже не первое включение первое включение я делала на дачу чтобы показать как я организовываю свое рабочее место так сказать передвижное до рабочее место сейчас я вернулась в москву на несколько дней но потом снова планирую ехать на дачу и наверное возьму опять свою раму и организую таким же образом стационарный процесс так что скоро увидимся всем пока привет друзья сегодня понедельник 11 мая решила сделать небольшое включение потому что давненько я ничего не включала да и показывать особо нечего сейчас выше то всего лишь пока 10 тысяч петитинок программа говорит что это 10 процентов но на самом деле это чуть меньше пяти процентов ну вот здесь я все это время вышивала всего лишь одним цветом здесь идет фон собственно говоря на вот потихонечку я с фона и буду двигаться почему потихонечку потому что ну совершенно было почему-то не до вышивки ну как почему-то вполне по определенным причинам я делала много видео снимала видео снимала много интервью это занимает много времени на и съемка и монтаж особенно монтаж потому что сами интервью с девчонками от конечно ну где-то на час обычно по времени но потом много-много монтажа и всевозможных добавлений фотографий все такого прочего очень мне нравятся эти интервью мне безумно интересно общаться с девчонками каждый из них что-то интересное рассказывает о каждой интересно узнать побольше хотя мы в общем-то общаемся но даже для меня какие-то моменты в этих интервью были откровениями очень много нового узнала о девочках и сегодня кстати еще 11 мая небольшой юбилей исполнился год с того момента как я открыла свой канал на youtube и тоже по этому поводу сняла небольшое видео и было много комментариев а еще тоже хотел поделиться с вами таким интересным наблюдением вот с этой работой я решила вот эти ножнички которыми я обрезаю нитки прицеплять на магнитик это в принципе очень удобно когда ножницы под рукой но слушайте я подумал о том насколько в нас живут и насколько в нас сильны стереотипы я привыкла что мои вот эти ножнички они лежат вот на этой вот подставочки полочки рядышком справа от меня и каждый раз когда я хочу отрезать ниточку рука непроизвольно тянется направо хотя ножницы у меня прям передо мной на моих глазах вот висят на этом магнитике слушайте ну правда говорят психологи да что для того чтобы избавиться от какой-то привычки и приобрести новую привычку должно пройти 21 день в общем я надеюсь что через двадцать один день я уже начну ножниц за ножницами тянуться в нужном направлении но это так просто размышление вслух ну я думаю что эту картину я закончу не скоро но посмотрим привет друзья сегодня четверг 3 сентября и у меня интересный показ по моей работе александра выльская на самом деле я даже уже не помню на чем я остановилась прошлый раз потому что очень долго я не бралась за эту работу вот силой за нее буквально буквально сегодня потому что на днях ну а именно последний день лета 31 августа я закончила свою прекрасную августу начала еще один процесс новый процесс он от ст это девушка за чтением по картине фрагонара но там начала просто чисто чтобы сделать несколько стежочков благоприятный день и вот взялась продолжать свою александру напомню что александру я начала еще давно в апреле это было в конце апреля 28 апреля и я начала ее немножечко повышевала и отложила потому что приехала август и я на нее полностью переключилась ну вот сейчас я продолжаю процесс и и сегодня 3 сентября у меня вышито 39 тысяч стежочков я вышла программа говорит 38 процентов на самом деле это не 38 процентов это всего лишь 20 процентов вышито от готовой работы дело в том что просто схема достаточно большая и сага у меня ее не тянет поэтому я попросила ульгу разрезать схему пополам но тут даже она не пополам и разрезала как-то по моему эта часть больше или меньше ну я не знаю какие-то неравномерные получились кусочки но дело не в этом 39 тысяч как раз составляет но там чуть больше 20 процентов так что вот на этом рубеже я и решила отснять то что у меня сейчас получилось пока тут не очень интересно к показу то что получается но что я могу сказать до лица александра я еще не дошла я все еще делаю вот как бы то что вокруг на вышивая вот я здесь себе распечатала картинку и что у меня получается получается что вот эта вот часть неба справа и слева девушки как-то честно говоря вышивки мне немножечко подрастроила почему потому что вот здесь вот на картинке небо голубое у меня вообще вся картина получается в каких-то бежево коричневых тонах включая небо то есть небо вот вот эти вот части неба вот облака вот эти вот да вот здесь вот то что вот мы видим прямо синяя да здесь они получились прям серо-бежевые и меня вот это немножечко расстраивает как может быть конечно когда вышлется чуть больше это все как-то немножечко сгладится такое восприятие но вся вот пока ощущение от всей картины такое что она как бы немножечко в сепию уходит то есть нет вот этих ярких красок ярких красок здесь нет принципе и на самой на самой этой александре единственное яркое пятно как раз яркие пятна которые я здесь вижу это собственно говоря небо но в отшиве даже небо не выглядит ярким синим пятном она прям какое-то серое так что на вот этот вот момент где немножечко смущает но я понимаю что еще пока рано делать какие-то выводы на я буду продолжать вышивать и покажу как след сделать следующее включение когда вышли уже чуть побольше вот сейчас я активно до вышивая вот этот вот вот этот вот часть фона небесного фона слева и справа от девушки и я думаю что когда я немножечко вот здесь вот до вышиваю но примерно примерно наверное дойду там до отметочки там одна четвертая я уже начну вышивать лицо девушки и вот лицо и на ее накидку но в общем верхнюю верхнюю часть привет друзья сегодня у нас понедельник 1 февраля и я убираю свой процесс с гостем убираю органайзеры свои вот в этот вот ящичек и достаю органайзеры которые я которые лежали в этом ящике которые я заготовила на александру и сейчас я также достану свою александру перри перекручу ее на раму вернее вот сейчас я сниму вот эти вот боковинки с гостя и поменяю боковинки с гостя на александру вот они мои родимые тут у нас планочки поменьше вот гость на раме 70 сантиметров а александра у меня на раме 50 сантиметров кажется да вот вот она такая будет поменьше так что сейчас я буду переорганизовывать процесс итак вот моя александра натянута вот мне пришлось немножечко укоротить вот эту вот стоечку для того чтобы вместился на станочек рама меньшего размера конечно на раме меньшего размера вышивать гораздо удобнее ну не надо как бы распыляться на большую площадь и все у тебя в общем под рукой и перед глазами вот так выглядит моя александра и на данный момент выше там ну пусть вас не вводит в заблуждение 38 процентов выше то ровно два раза меньше 19 процентов 39 тысяч стежочков в общем я сейчас вышиваю первую верхнюю половинку схема разрезаны так что все мои результаты в процентном отношении нужно делить на два и сейчас я буду продолжать вышивать вот эту вот вот эту часть вот здесь как раз большой участочек намечается одним цветом и это будет у меня 371 цвет вообще даже не плент просто чистый цвет одно удовольствие вышивать тут я постараюсь как-то разогнать себя на этом участке и потом после того как я вот эту вот часть фона до вышиваю я спокойненько приступлю уже к вышивке главного действующего лица самой александры и и прически лица и вот тут что у нас тут какая-то у нее какой-то шлейф типа фаты накидка накидки александра наконец-то дождалась своего часа ну что ж мило начнем и вот маленькая зарисовочка концу дня не очень много получилось вышить вот здесь вот фон чуть-чуть добавился и вот здесь немножечко фона добавилось теперь я уже могу сосредоточиться на главной центральной части картины и за сегодня вышит у меня где-то 2 300 стежочков завтра вышивать скорее всего не получится завтра у меня будет целый день на наши выставки в гостином дворе но если силы останутся когда приеду домой немножечко еще повышеваю и покажу результат на того что получилось пока о самой картине сказать особо нечего пока все еще фон фон небо такое тучное тучное небо так что следующее включение сделаю уже завтра до ларсуле вот ларсик прибежал вышивать любит мой хороший ты любишь вышивать то любишь вышивать вот он любит тут расположиться 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 тут любит нравится тебе александра марсуле нравится ты мой сладкий ты мой сладкий нос сладкий мой дом вас то мой сладкий нос сладко мою щечку до красоту ли красоту ли лохматулли до лохматулли до лохматулли до лохматулли до вам помешали нитки мои не трожь не трогай мои нитки куда ты полез залез сверху лучше видно да сверху все лучше видно да сверху лучше видно конечно конечно привет друзья сегодня у нас четверг 4 февраля и с момента моего последнего включения я совершенно не продвинулась своей александре не вышла не стежочкой вот сейчас только только сажусь за продвижение дело в том что второго февраля я была провела целый день на нашей выставке в гостином дворе снимал репортажи общалась с посетителями очень интересное получилось общение невероятные конечно эмоции впечатления вот но наснимала очень много и потом целый день 3 уже февраля на следующий день практически целый день занималась монтажом вот уже в ночи выложила видео очень рекомендую посмотреть кто не видел очень интересные конечно многогранные мастера вот и вот сейчас только только я приступаю приступаю к своей александре но сейчас я уже отхожу от фона буду отходить от фона вот я выбрала очередной цвет это у меня будет 3781 цвет и вот я пойду потихонечку обрамлять здесь вот прическа александры вот здесь вот по краюшкам встречается пару пару стежочков вот в области левого правого правого глазика ну вот 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 так пойду потихонечку обрамлять вот здесь вот поскольку у меня схема половинка только на вот здесь вот на этой отметочке у меня будет как раз четвертинка и это если смотреть по по вышивке четверть вышивки будет здесь так что сейчас я наверное сконцентрируюсь уже на центральной части на главной части вышивки ну чтобы хотя бы было что вам показать так что не буду терять времени сажусь за вышивку и покажу что у меня получится концу дня и вот конец дня четверга 4 февраля вернее уже глубокая ночь начало 5 февраля у меня получилось немножечко поработать над причёской александры и немножечко вот вырисовываются глазки у нее день был сегодня очень продуктивный продолжается работа на выставке очень много всего нужно скоординировать и много планов построить на оставшиеся выставочные дни ну вот четвертого февраля у меня получилось вышить где-то 1600 около 1700 стежочков и еще 950 в ночь в ночь на 5 февраля и вот такая пока у меня вырисовывается девушка сегодня я еще продолжу вышивать ну а завтра в субботу субботу скорее всего с вышивкой ничего не получится потому что я также планирует целый день провести на выставке поеду в гостиный двор и там мы запланировали снимать очередную серию нашего кино на нашего сериала сокровища леди бель постараюсь сегодня максимально повышевать и продвинуться насколько это будет возможно и вот конец дня 5 февраля концу дня у меня получилось вышить всего две триста стежочков и общий прогресс составляет 45600 стежочков ну в общем ни шатка ни валка но тем не менее прическа начинает на у нас вырисовываться вот обрамляется прическа чуть-чуть наметились глазки и тут что-то типа носик губки не знаю что это будет но что-то это будет и вот здесь вот какие-то локоны на сегодня я вышивку свою заканчиваю потому что это пятое число мне нужно сегодня делать отчет ежемесячный по нашему проекту жизнь прекрасна я наверное долго провожу с этим отчетом а завтра с утра поеду в гостиный двор на выставку так что моя вышивальная неделя с Александрой на этом наверное закончится после выставки снова буду монтировать видео ну и все такое прочее и на выставке я скорее всего проведу целый день весь субботний день 6 февраля ну и по приезду скорее всего подведу итоги голосования зрительского чтобы понять какую работу Александру дорогого гостя я буду вышивать на следующей неделе начинаем с 8 февраля а на этом я заканчиваю свой эпизод номер один по Александре и встретимся уже в следующих видео и подводя итоги зрительского голосования на следующей неделе очень интересный получился результат на следующей неделе также побеждает Александра но неожиданный результат в том что побеждает она с очень небольшим перевесом 33 голоса за Александру против 26 голосов за гостя то есть побеждает она с относительно небольшим перевесом напомню что на прошлой неделе 80% зрителей проголосовало за Александру а на этой неделе только 56 но интересно что будет дальше а я в любом случае на следующей неделе буду продолжать вышивать Александру и надеюсь что вам будет интересно следить за этим моим процессом на этом у меня все на сегодня с вами была Светлана Дьянова на канале БЭЛЬ посвященному проекту Ля Ви и БЭЛЬ или Жизнь прекрасна всего вам доброго друзья и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч